Всем добрый день, меня зовут Телиш Виталий, я региональный менеджер компании Dr. Green в Республике Беларусь. Сегодня мы находимся на посеве озимых зерновых культур, а именно озимой пшеницы. Как видите, выпал первый снег, прикрыл растения. Среднесуточная температура воздуха опустилась ниже 5 градусов, и это говорит о том, что растения благополучно закончили вегетацию и вступили в фазу зимнего покоя. У агронома освободилось немножко времени, и я предлагаю провести это время с пользой, поговорить о самых интересных и самых насущных вопросах. Сегодня я предлагаю вам поговорить об агрохимическом анализе почвы. Что это такое и зачем это нужно агрономам? Почва является материальной базой и основой сельского хозяйства любой страны. Почва является местом произрастания растений. Почва также является хранилищем основных питательных элементов, благодаря которым и формируется урожай. Агрохимический анализ – это анализ почвенных образцов с определением основных агрохимических анализов. Агрохимических показателей, таких как содержание гумуса, кислотность, содержание подвижных форм фосфора, калия и основных микроэлементов. В Республике Беларусь агрохимическим анализом почв занимаются специализированные аккредитованные организации. Это ОПИСХ – областная проектно-изыскательская станция и химизация. Периодичность проведения анализа раз в 4 года. А нужно ли вообще проводить агрохимический анализ почвы? И зачем это нужно агрономам? Ответ однозначный. Конечно же. Именно с агрохимического анализа почвы начинается разработка системы применения удобрений под каждую конкретную культуру. Но давайте по порядку. Итак. Первое. Зная агрохимические показатели почвы, мы можем рассчитать общее количество, то есть запас питательных элементов в пахотном горизонте, который будет доступен растению для питания. Второе. Не все то количество питательных элементов, которое является запасом почвы, доступно растениям для питания. Необходимо учитывать такие показатели, как коэффициент усвоения питательных элементов из пахотного горизонта. Они для каждой культуры свои. Далее. Рассчитав общее количество, то есть запас элементов питания почвы, учитывая коэффициенты усвоения, мы можем определить потенциал урожайности культуры, который будет обеспечен именно запасом питательных элементов, находящимся в почве. Но, конечно же, дерново-подзолистая почва в Республике Беларусь не сильно богата элементами питания, поэтому потенциальная урожайность будет невысокая. Далее агроном, основываясь на планируемой урожайности и основываясь на выносе питательных элементов, рассчитывает общую потребность элементов питания, которые необходимо обеспечить растению для формирования той урожайности, которая была запланирована. И по разнице вот этих двух показателей, то есть от общей потребности, мы отнимаем то количество элементов питания, которое будет усвоено из почвы, и все, что недостает, необходимо будет довнести с помощью минеральных удобрений, но обязательно с учетом коэффициентов их усвоения. Такой научно обоснованный подход, который начинается именно с анализа почв, позволяет рационально использовать минеральные удобрения. А судя по тому, как растут цены на мировом рынке, права на ошибку у агронома нет. Мировая тенденция такова, что стоимость минеральных удобрений будет расти и даже возможен их дефицит. И это все так просто? Конечно же нет. Растения потребляют питательные элементы на протяжении всего периода вегетации, и на этот процесс оказывает влияние большое количество факторов, таких как погодные условия, болезни, повреждения вредителями, и спрогнозировать эти условия, и учесть их очень и очень сложно. Но агроном может корректировать систему минерального питания, и в помощь ему не корневые подкормки. То есть этот технологический прием позволяет решить две задачи. Во-первых, корректировать систему минерального питания на протяжении периода вегетации, именно в те периоды, когда у растений ограничено потребление элементов питания из запасов почвы. То есть критические периоды и в каких-то стрессовых ситуациях. И вторая задача, это обеспечение растений комплексом микроэлементов. Так получается, что верноподзолистые почвы Республики Беларусь видны основными микроэлементами, и поступление их через лист, это самый эффективный способ. Компания Доктор Грин, это европейский производитель абсолютно новых инновационных удобрений для листовой подкормки. Наши продукты можно разделить на группы. Первая группа, это комплексные микроэлементные удобрения под определенную культуру. Это Доктор Грин Масличные, Доктор Грин Терновые, Доктор Грин Кукуруза и Доктор Грин Свекла. В чем особенность этих удобрений? Каждое из этих удобрений содержит полный набор микроэлементов, и их концентрация разработана именно под определенную культуру. То есть, применяя одно удобрение, вы закрываете потребность культуры во всем комплексе микроэлементов. Вторая группа, это комплексные макроэлементные удобрения, такие как Доктор Грин Старт и Доктор Грин Энергия. Доктор Грин Старт, это азотно-фосфорное удобрение, Доктор Грин Энергия, это азотно-калийное удобрение. Данные удобрения предназначены для корректировки минерального питания основными макроэлементами в период вегетации. То есть, рекомендуется их применять тогда, когда у растения может быть затруднено потребление элементов питания из почвы. Следующее удобрение, это удобрение для предпосевной обработки семян Доктор Грин Прай. Это удобрение, которое необходимо применять одновременно с протравителем при подготовке семенного материала. Содержит основные макроэлементы, такие как фосфор и калий, и полный комплекс микроэлементов максимальной концентрации. И новинка на рынке Республики Беларусь, которая появится уже в 2022 году, это Доктор Грин Борный. Это удобрение, которое содержит 120 грамм бора и 50 грамм железа. И самое важное, это первое на рынке Республики Беларусь кислое борное удобрение. По аж раствора около 4,5. Почему именно Доктор Грин? Что еще нас отличает от других продуктов на рынке Республики Беларусь? Первое. Все удобрения компании Доктор Грин содержат инновационные формулы микроэктив и макроэктив. Это комплекс аминокислот и витаминов, которые повышают эффективность удобрений и обладают антистрессовым эффектом. Второе. Все удобрения компании Доктор Грин содержат стабилизатор PH. То есть все удобрения имеют PH раствора в пределах 4,5. А это идеальная смешиваемость со средствами защиты растений, с которыми они совместно применяются. Третье. Активатор растворения. Удобрения Доктор Грин содержат в своем составе активатор растворения, который позволяет им идеально растворяться при низких температурах воды. И, конечно же, экономия времени при приготовлении баковых смесей. То есть одно удобрение компании Доктор Грин содержит все необходимые питательные элементы. И отпадает необходимость приготовления многокомпонентных баковых смесей из монопродуктов. В ближайшее время в наших новых выпусках я более подробно познакомлю вас с нашими продуктами, с их особенностями и рекомендациями по применению. А если у вас возникли вопросы, с удовольствием отвечу на них. Продолжение следует...